3 ездры глава 7 когда я окончил говорить эти слова после он был ко мне ангел который посылаем был ко мне в прежние ночи и сказал мне стань ездры и слушай слова которые я пришел говорить тебе я сказал говори господин мой и он сказал мне море расположено в пространном месте чтобы быть глубоким и безмерным но вход в него находится в тесном месте так что подобен рекам кто пожелал бы войти в море и видеть его или господствовать над ним тот если не пройдет тесноты как может дойти до широты или иное подобие город построен и расположен на равнине и наполнен всеми благами но вход в него тестина расположен на крутизне так что по правую сторону огонь а по левую глубокая вода между ними то есть между огнем и водой лежит лишь одна стезя на которой может поместиться не более как только ступень человека если город этот будет дан наследство человеку то как он получит свое наследство если никогда не перейдет лежащий на пути опасности я сказал так господи и он сказал мне такова и доля израиля для них я сотворен сотворил век но когда адам нарушил мои постановления определенно было быть тому что сделано и сделали сходы века сего тесными болезненными утомительными также узкими лукавыми исполненными бедствий и требующими великого труда а входы будущего века пространны безопасны и приносят плод бессмертия и так если входящие которые живут не войдут в это тесное и бедственное они не могут получить что уготовано зачем же смущаешься когда ты тленен и что метешься когда смертен зачем не принял ты в сердце твоем того что будущее а принял то что в настоящем я отвечал и сказал ладыка господи вот ты определил законом твоим что праведники наследует это а грешники погибнут праведники потерпят тесноту надеюсь пространного а нечестиво жившие хотя потерпели тесноту не увидят пространного и он сказал мне нет судей выше бога нет разумеющего боли всевышнего погибает многие в этой жизни потому что не родят о предложенном им законе божием ибо строго повелел бог приходящим когда они пришли что делая они будут живы и что соблюдая не будут наказаны они не послушались и воспротивились ему утвердили в себе помышление суетное увлеклись греховными обольщениями сказали всевышним что его нет не познали пути его презрели закон его отвергли обетование его не имели веры к обрядовым усыновлением его не совершали дел его и потому ездра пустым пустое а полным полное вот придет временно когда придут знамения которые я предсказал тебе и явится невеста и являясь покажется скрываемой ныне землею и всякий кто избавится от прежде исчисленных зол сам увидит чудеса мои ибо откроется сын мой иисус с теми которые с ним и оставшиеся будут наслаждаться 400 лет а после этих лет умрет сын мой христос и все люди имеющие дыхание и обратиться век древнее молчание на 7 дней подобно тому как было прежде так что не останется никого после же семи дней восстанет век усыпленный и умрет поврежденный и отдать земля тех которые в ней спят и прах тех которые молчаливо в ней обитают а хранилище отдадут вверенные им души тогда явится всевышний на престоле суда и пройдут беды и окончится долго терпением суд будет один истина утвердиться вера укрепиться затем последует дело откроется воздаяние вас станет правда перестанет господствовать неправда я сказал авраам первым молился осадомлянах моисей за отцов согрешивших в пустыне иисус после него за израиля во дни ахана самуил и давид за погубляемых соломон за тех которые пришли на освящение или я за тех которые приняли дождь и замерзвеца чтобы он ожил языки за народ в одни сынах и рима и многие за многих и так если тогда когда усилилась растление и умножилась неправда праведные молились за неправедных почему же не быть тому и ныне он отвечал мне сказал настоящий век не есть конец славы в нем часто не бывает потому молились за немощных день же суда будет концом времени сего и началом времени будущего бессмертия когда пройдет тление прекратится невоздержание пресечется неверие а возрастет правда воссияет истина тогда никто не возможно спасти погибшего не погубить победившего и отвечал я и сказал вот мое слово первое и последнее лучше было не давать земли адаму или когда уже дана удержать его чтобы не согрешил что пользе людям настоящем веке жить в печали а по смерти ожидать наказания о что сделал ты адам когда ты согрешил то совершилось падение не тебя только одного но и нас которые от тебя происходим что пользы нам если нам обещано бессмертное время а мы делали смертные дела нам предсказана вечная надежда а мы непотребные сделали суетными нам уготованы жилища здоровья и покоя а мы жили худо уготована слава всевышнего чтобы покрыть тех которые жили кротко а мы ходили по путям злым показан будет рай плод которого пребывает нетленным и в котором покой и врачевство но мы не войдем в него потому что обращались в местах неплодных светлее звезд сияет лица тех которые имели воздержание а наши лица чернее тьмы мы не помышляли в жизни когда делали беззаконие что по смерти будем страдать он отвечал и сказал это помышление о борьбе который должен вести на земле родившийся человек чтобы если будет побежден потерпеть то о чем ты сказал а если победит получить то о чем я говорю это та жизнь о которой сказал моисей когда жил к народу говоря избери себе жизнь чтобы жить но они не поверили ему не пророком после него не мне говорившему к ним что не будет скорби о погибели их как будет радость о тех которым уготована спасение я отвечал и сказал знаю господи что всевышний называется милосердным потому что помилует тех которые еще не пришли в мир и милую тех которые провождают жизнь в законе его он долготерпелив ибо оказывает долготерпение к согрешившим как своему творению он щедр ибо готов давать по надобности и многомилостив ибо умножает милости своих живущим ныне их жившим и к тем которые будут жить ибо если бы не умножал он своих милости то не мог бы век продолжать жить с теми которые обитают в нем он подает дары ибо если бы не даровал по благости своей да облегчится совершившие нечестие от своих беззаконий то не могла бы оставаться в живых десятитысячная часть людей он судья если бы не прощал тех которые сотворены словом его и не истребил множество преступлений может быть из бесчисленного множество остались бы только весьма немногие третье ядра глава восьмая он отвечал мне сказал этот век всевышний сотворил для многих а будущий для немногих скажу тебе ездроподобие как если спросишь землю она скажет тебе что дает очень много вещества из которого делается глина и вещи а немного праха из которого бывает золото так и дела настоящего века многие сотворены но не многие спасутся я отвечал и сказал душа пожри смысл и поглоти мудрость ибо ты обещала слушать и пожелала пророчествовать а тебе дано время только чтобы жить о господи неужели ты не позволишь работу твоему чтобы мы молились перед тобой о даровании сердца нашему семени и разуму возделания что произошел плод который мог бы жить всякие растлены кто будет носить ими человека ты един и мы единое творение рук твоих как сказал ты и как же ныне в очереди матерним образуется тело и ты даешь члены как сохраняется твое творение в огне и воде и как девять месяцев терпит себе твое же создание твою тварь которая в нем сотворена и хранящие и хранимая и то и другое сохраняются и чрево матери свое время отдает то сохраненное что в нем произросло ты повелел из самых членов то есть из сосов давать молоко плод сосов допитается созданное до некоторого времени а после передаешь его твоему милосердию ты воспитал его твоей правдой научил его твоему закону наставила его твоим разумом и и умертвишь его как твое творение и опять и живешь как твое дело если ты погубишь созданного с таким попечением то повелению твоему легко устроить чтобы и сохранялось то что было создано и ныне господи я скажу о всяком человеке ты больше знаешь но скажу о народе твоем о котором болезную о наследии твоем о котором проливая слезы об израиле о котором скорблю об якове о котором сокрушаюсь начну молиться пред тобою за себя и за них ибо вижу грехопадение нас обитающих на земле но я слышал что скоро придет судья посему услышь мой голос вонми словам моим и я буду говорить перед тобою начало слов ездры прежде нежели он был взят я сказал господи живущий вечно которого очень обращены на выстреление и небесное которого престол неоценим и слава непостижима которому стрепетом предстоят воинства ангелов служащих в ветре и огне которого слова истины и глаголы непреложны повеление сильно и правление страшно которая взор иссушает бездны гнев расплавляет горы и истина пребывает вовеки услышь молитву раба твоего и вонми моленью создания твоего доколе живу буду говорить и доколе разумею буду отвечать невзирая на грехи народа твоего но на тех которые тебе в истине служат не обращая внимание на нечестивые дела язычников но на тех которые заветы твои сохранили среди бедствий не помышляя тех которые перед тобой лживо поступали но помини тех которые по воле твоей познали страх не погубляй тех которые жили по-скотски но возри на тех которые ясно учили закону твоему не прогневайся на тех которые признаны худшими зверей но возлюби тех которые всегда надеются на правду твою и славу ибо мы и отцы наши такими болезнями страдаем а ты ради нас грешных назовешься милосердным если ты пожелаешь помиловать нас то назовешься милосердным потому что мы не имеем дел правды праведники же у которых много дел приобретено по собственным делам получат воздаяние что есть человек чтобы ты гневался на него и род растленный чтобы ты столько огорчался им поистине от никого из рожденных кто не поступил бы нечестиво и из исповедующих тебя нет никого кто не согрешил бы в том-то и возвеститься правда твоя и благость твоя господи когда помилуешь тех которые не имеют существа добрых дел он отвечал мне сказал справедливо ты сказал нечто и по словам твоим так и будет ибо истина не помышляю я о делах тех созданий которые согрешили прежде смерти прежде суда прежде погибели но услаждаюсь подвигами праведных и воспоминаю как они странствовали как спасались и старались заслужить награду как сказал я так и есть как земледелец сеет на земле многие семена и садит многие растения но не все посеяны сохранится со временем и не все посажены и укорениться так и те которые посеяны веки семь не все спасутся я отвечал и сказал если я обрел благодать то буду говорить как семя земледельца если не взойдет или не примет во время дождя твоего или повредиться от множества дождя погибает так и человек созданы руками твоими и ты называешься его первообразом потому что ты подобен ему для которого создал все и которого ты уподобил семени земледельца не гневайся на нас но пощади народ твой и помилуй наследие твое а ты милосерд к созданию твоему он отвечал мне сказал настоящее настоящим а будущее будущем много не достает тебе чтобы ты мог возлюбить создание мое более меня хотя я часто приближался к тебе самому а к неправедным никогда но и в том дивен ты перед всевышним что смирил себя как приличный тебе не судила себе так чтобы много славится между праведными многие горестные бедствия постигнуть тех которые населяют век в последнее время потому что они ходили в великой гордыне а ты заботиться о себе и подобным тебе ищи славы ибо вам открыт рай насаждено древо жизни предназначено будущее время готовы изобилие построен город приготовлен покой совершенная благость и совершенная премудрость корень зла запечатан от вас немощь и тля сокрыта от вас и растление бежит в ад в забвение прошли болезни и в конце показалось сокровище бессмертия не старайся более испытывать о множестве погибающих ибо они получив свободу призрели всевышнего пренебрегли закон его и оставили пути его а еще и праведных его попрали и говорили сердце своем нет бога хотя и знали что они смертны как вас ожидает то о чем сказано прежде так и их жажда и мучения которые приготовлены бог не хотел погубить человека но сами сотворенные обесславили имя того кто сотворил их и были неблагодарными к тому кто предуготовил им жизнь посему суд мой ныне приближается о чем я не всем открыл а только тебе и немногим тебе подобным я отвечал и сказал вот ныне господи ты показал мне множество знамений которые ты начнешь творить при кончине но не показал в какое время 3 езра глава 9 он отвечал мне сказал измеряя измеряя время в себе самом и когда увидишь что прошла некоторая часть знамений прежде указанных тогда уразумеешь что это есть то время в которой начнет всевышний посещать век им созданы когда обнаружится веки колебания мест смятения народов тогда уразумеешь что об этом говорил всевышний одни и бывших прежде тебя от начала как все сотворенное веке имеет начало равное конец и окончание бывает явно так и времена всевышнего имеет начало открывающиеся чудесами и силами и окончания являемые действиями и знамениями всякий кто спасется и возможно делами своими верой которые веруете избежать от прежде сказанных бед останется и увидит спасение мое на земле моей в пределах моих которые я осветил себе от века тогда пожалеет отступившие ныне от путей моих и отвергшие их с презрением прибудут в муках те которые не познали меня получая при жизни благодеяния и возгнушались законом моим не уразумели его но презрели когда имели еще свободу и когда еще отверстие было и место для покаяния те познают меня по смерти в мучении ты не любопытствуй более как нечестивые будут мучиться но исследуй как спасутся праведные которым принадлежит век и ради которых век и когда я отвечал и сказал я прежде говорил и теперь говорю и после буду говорить что больше тех которые погибнут нежели тех которые спасутся как волна больше капли он отвечал мне и сказал какова они вы таковые семена каковы цветы таковые краски каков делатель таковое дело каков земледелец таковое возделывание ибо то было время века когда я уготавлял век прежде нежели он был для обитания тех которые живут ныне в нем никто мне не противоречил а ныне когда век сей был создан нравосотворенных повредились при неоскудивающей жатве при не следимом законе и рассмотрел я век и вот оказалась опасность от замыслов которые появились в нем я увидел и пощадил его и сохранил для себя одну ягоду из виноградной кисти и одно насаждение из множества пусть погибнет множество которое напрасно родилось и сохранится ягода моя и насаждение мое которое я вырастил с большим трудом а ты когда по прошествии семи дней иных не постясь однако в них выйдешь на цветущее поле где нет построенного дома и станешь питаться только от полевых цветов и не вкушать мясо не пить вина а только цветы молись ко всевышнему непрестанно и я приду и буду говорить с тобою и пошел я как он сказал мне на поле который называется ордаф и сел там в цветах и вкушал от полевых трав и было мне пища от них насыщение после семи дней лежал я на траве и сердце мое опять смущалась как прежде и и отверзлись уста мои я начал говорить перед всевышним и сказал о господи являя себя нам ты явился отцам нашим в пустыне непроходимой и бесплодной когда они шли из египта и сказал слушай меня израиль и внимай словам моим семя иакова вот я сею у вас закон мой и принесет вас плод и вы будете славиться в нем вечно но отцы наши приняв закон не исполнили его и постановление твоих не сохранили и хотя плод закона твоего не погиб и не мог погибнуть потому что был твой но принявший закон погибли не сохранив того что в нем было посеяно обыкновенно бывает что если земля приняла семя или море корабль и какой-либо сосуд пищу или питье если будет повреждена то в чем посеяно или то в чем помещено таком случае погибает вместе самое посеянное или помещенное или принятое или принятое уже не остается перед нами но с нами не так мы принявшие закон согрешая погибли равные сердце наше которое приняло его но закон не погиб и остается в своей силе когда я это говорил сердце моем я воздрел глазами моими увидел на правой стороне женщины и вот она плакала и рыдала с великим воплем и сильно болела душою одежда была разодрана на голове ее пепел тогда оставил я размышления которыми был занят и обратившись ней сказал ей о чем плачешь ты и о чем так скорбишь душою она сказала оставь меня господин мой доплачу о себе и усугублю скорбь ибо я весьма огорчена душою и весьма унижена я спросил ее что потерпела ты скажи мне и она отвечала мне я была неплодна раба твоя и не рождала имея мужа тридцать лет каждый час каждый день в эти тридцать лет я молила всевышнего непрестанно и услышал меня бог работ мою после 30 лет увидел смирение моё внял скорби моей и дал мне сына я сильно обрадовалась ему и муж мой и все сограждане мои мы много прославляли всевышнего я вскормила его с великим трудом и когда он вырос и пошел взять себе жену я устроила день пиршества третье ездры глава 10 но когда сын мой вошел в брачный чертог свой он упал и умер я прокинули все мы светильники и все сограждане и поднялись утешать меня я почила до ночи другого дня когда же все перестали утешать меня чтобы оставить меня в покое я встав ночью побежала и пришла как видишь на это поле и думаю уже не возвращаться в город но оставаться здесь не есть не пить но непрестанно плакать и поститься до коли не умру оставив размышления которыми занимался я с гневом отвечал ей сказала безумнейшие всех жен не видишь ли скорби наши и приключившегося нам что сион мать наша печалится и безмерно крайне унижены и плачет горько и теперь когда все мы скорбим и печалимся потому что все опечалены будешь ли ты печалиться об одном сыне твоем спроси земли она скажет тебе что это должно оплакивать падение столь многих рождающихся на ней и во все рожденные из нее от начала и другие которые имеют произойти едва не все погибают и талика и множество их предается истреблению и так кто должен более печалися как не та которая потеряла талика и множество они ты скорбящий об одном если ты скажешь мне плач мой не подобен плачу земли ибо я лишилась плода чрева моего которая носилась печалью родила с болезнью а земля по свойству земли на ней настоящее множество как отходит так и приходит я скажу тебе что как ты с трудом родила так и земля дает плод свой человеку которая от начала и возделывает и посему воздержись теперь от скорби твоей и мужественно переноси случившиеся тебе потерю ибо если ты признаешь праведным определение божие то в свое время получишь сына и между женами будешь прославлено и так возвратись в город к мужу твоему она сказала не сделаю так не возвращусь город но здесь умру продолжая говорить с ней я сказал не делай этого но послушай совета моего ибо сколько бед сиону утешься ради скорби иерусалима ибо ты видишь что святилище наше опустошено алтарь наш не спровергнут храм наш разрушен псалтырь наш уничтожен уничтожен песни умолкли радость наша исчезла свет светильника нашего погас ковчег завета нашего расхищен святое наше осквернено и имя которое наречено на нас едва не порогано дети наши потерпели позор священники наши избиты наши отведены в плен девицы наши осквернены жены наши потерпели насилие праведники наши увлечены отроки наши погибли юноши наши в рабстве крепкие наши из немогли и что всего тяжелее знамя сиона лишено славы своей потому что предано в руки ненавидящих нас посему оставь великую печаль твою и отложи множество скорбей что упомиловал тебя крепкий и всевышний даровал тебе успокоение и облегчение трудов при сих словах моих к ней внезапно просияло лицо и взор ее и вот вид сделался блистающим так что я устрашенный ей помышлял чтобы это было и вот она внезапно испустила столь громкий и столь страшный звук голоса что от всего звука жены поколебалась земля я видел его жена более не являлась мне но созидался город и место его обозначилась на обширных основаниях я устрашенный громко воскликнул и сказал где ангел уриил который в начале приходил ко мне ибо он привел меня в такое иступление ума в котором цель моего стремления исчезла и молитва моя обратилась в поношение когда я говорил это он пришел ко мне и увидел меня и вот я лежал как мертвый и бессознательном состоянии он взял меня взял за правую руку укрепил меня и поставил на ноги сказал мне что с тобою отчего смущенный разум твои чувства сердца твоего отчего смущаешься от того отвечал я ему что ты оставил меня я поступаю по словам твоим вышел на поле и вот увидела еще вижу то о чем не могу рассказать а он сказал мне стой мужественно и я объясню тебе говори мне господин мой сказал я только не оставляй меня чтобы я не умер напрасно ибо я видел чего не знал и слышал чего не знаю чувство ли моё обманывает меня или душа моя грезит во сне почему прошу тебе объяснить мне работа ему это иступление ума моего отвечая мне сказал он внимай мне я научу тебя и изъясню тебе то что устрашило тебя ибо всевышний откроет тебе многие тайны он видит правый путь твой что ты непрестанно скорбишь о народе твоем и сильно печалишься о сионе таково значение видение которое перед семьи явилась тебе жена который ты видел плачущая и старался утешать которая потом сделалась невидима но явился тебе город созидаемый и которая тебе рассказала о смерти сына своего вот что значит жена который ты видел это сион а что сказала тебе то который ты видел как город только что созидаем и что на 30 лет была неплодна этим указывается на то что в продолжении 30 лет в сионе еще не было приносимо жертву по истечении 30 лет неплодная родила сына это было тогда когда соломон создал город и принес жертву а что она сказала тебе что с трудом воспитала его это было обитание в иерусалиме а что сын ее как она сказала тебе входя в чертог свой умнул упал и умер это было падение иерусалима и вот ты видел подобие ее и как она скорбела о сыне старался утешать ее в случившемся то надлежало открыть тебе осем ныне же всевышний видя что ты скорбишь душою и всем сердцем болезнуешь о нем показал тебе светлость слава его и красоту его для сего то я повелел тебе жить в поле где нет дома я знал что всевышний покажет тебе это для того и повелел чтобы ты пришел на поле где не положено основание здания ибо не могло дело человеческое созидание человеческого существовать там где начинал показывать все город всевышнего и так не бойся иди да не страшится сердце твое но войди и посмотри на светлость и великолепие созидания сколько могут видеть глаза твои после того услышишь сколько могут слышать уши твои ты блажение многих и призван к всевышнему как немногие на завтрашнюю ночь оставайся здесь и всевышний покажет тебе видение величайших дел который он сотворил для обитателей земли в последние дни и спал я в ту ночь и в следующую как он повелел мне 3 езра глава 11 и видел я сон и вот поднялся с моря орел у которого было 12 крыльев пернатых и три головы и видел я вот он распростирал крылья свои над всей землей и все ветры небесные дули на него и собирались облака и видел я что из перьев его выходили другие малые перья и из тех выходили еще меньше и короткие головы его покоились и средняя голова была больше других голов но также покоилась с ними и видел я вот орел летал на крыльях своих и царствовал над землею и над всеми обитателями и и и видел я что все поднебесное было покорно ему и никто не не сопротивлялся ему я одна из тварей существующих на земле и вот орел стал на когти свои и спустил голос к первым своим и сказал не бодрствуйте все вместе спите каждый на своем месте и бодрствуйте поочередно а голову пусть сохраняется на последнее время видел я что голос его исходил не из головы его но из середины тела его и сосчитал малые перья его их было восемь и вот с правой стороны поднялось одно перо и воцарилась над всей землей и когда воцарилась пришел конец его и не видно стало место его потом поднялось другое перо и царствовала это владычествовала долгое время когда она царствовала и приблизился конец его чтобы она также исчезла как и первое и вот слышен был голос говорящий ему слушай ты которая столько времени обладала землею вот что я возвещаю тебе прежде нежели начнешь исчезать никто после тебя не будет владычествовать столько времени как ты и даже половины того и поднялось третье перо и владычество как и прежней но исчезла и она так было и со всеми другими они владычествовали потом исчезали навсегда я видел что по времени с правой стороны поднимались следующие перья чтобы им иметь начальство и некоторые из них начальствовали но тот час исчезали иные же из них поднимались но не получали начальство после всего не являлись более 12 перьев не два малых пера и не осталось в теле орла ничего кроме двух голов покоящихся и шести малых перьев я видел и вот из шести малых перьев отделились два и остались над головой которая была с правой стороны а 4 оставались на своем месте потом подкрыльные перья покушались подняться и начальствовать и вот одно поднялось но тотчас исчезла а следующие исчезали еще скорее нежели прежняя и видел я вот два оставшиеся пера покушались также царствовать когда они покушались одна из покоящихся голов которая была средняя пробудилась и она была более других двух голов и видел я что две другие головы соединились с нею и это голова обратившись с теми которые были соединены с нею пожирала два подкрыльных пера которые покушались царствовать эта голова устрашила всю землю и владычество над обитателями земли с великим угнетением и удерживала власть на земном шаре более всех крыльев которые были после того я видел что и средняя голова внезапно исчезла как и крылья оставались две головы которые подобным образом царствовали на земле и над ее обитателями и вот голова с правой стороны пожирала ту которая была слева и слышал я голос говорящий мне смотри перед собою и размышляя о том что видишь и видел я вот как бы лев выбежавший из леса и рыкающий спустил человеческий голос к орлу и сказал слушай что я буду говорить тебе и что скажет тебе всевышний не ты ли оставшийся из числа четырех животных которых я поставил царствовать в веке моем чтобы через них пришел конец времен их тех и четвертое из них пришло победила всех прежде бывших животных и держала век в большом трепете и всю вселенную в лютом угнетении и с тягостнейшим утеснением подвластных и столь долгое время обитала на земле с коварством ты судил землю не по правде ты утеснял кротких обижал миролюбивых любил лжецов разорял жилища тех которые приносили пользу и разрушал стены тех которые не делали тебе вреда и зашла ко всевышнего обида твоя и гордыня твоя крепкому и возрел всевышний на времена гордыни и вот они кончились и исполнилась мера злодея его ее потом исчезнет и орел страшными крыльями твоими с гнусными перьями твоими со злыми головами твоими жестокими когтями твоими и совсем негодным телом твоим чтобы отдохнула вся земля и освободилась от твоего насилия и надеялась на суды милосердия своего создателя